Приветствую вас. Хочется отметить, что то, о чем вы говорите, то есть культура, особенности национальной традиции, особенности укладов, никак не соприкасаются к психологии. Да, психология может изучать эти аспекты и может использовать эти знания, полученные в процессе изучения, для работы с людьми. Но нет никаких возможностей для того, чтобы использовать культурные традиции в качестве научных фактов. Исходя из вашего вопроса, можно ответить так. Значит, существует патриарха, где женщины имеют подчиненное положение и во всем подчиняются мужчине. А мужчина диктует ей, как жить, как одеваться, что делать и так далее. И, соответственно, если люди живут вот в таких традициях, и женщина как бы растет в этой среде, то, естественно, она эту традицию принимает, потому что ее с детства воспитывают в таких условиях. И у нее нет выбора, кроме как подчиниться этому, если она хочет жить счастливо в своей стране. В стране, где такие традиции действуют, работают. По сути дела, если речь идет о другой стране, о другой национальной культуре, там, где есть матриархат, то, естественно, в этих условиях данная поведенческая норма неприемлема. Там, где женщина главная. И там, где женщина главная, соответственно, мужчина, это, ну, по сути дела, подчиненный элемент. И, наконец, последнее, о чем нужно сказать, это равноправие. Равноправие, это, опять-таки, зависит от культурных норм. И каждая традиция, вот, одна из трех, любая из трех традиций имеет право на существование. То есть, у каждой есть два плюсы и минусы, в целом, каждый имеет право на существование. Это образуется исторически, формируется. Но нельзя ценности и за них традиции переносить и навязывать другим. Это было неправильно. Если человеку не нравится, как, вот, у него складываются традиции в стране, где он живет, он перебирается туда, где традиции его устраивают. Если человеку нравится, как все происходит, то он всем доволен, счастлив и его все устраивают. И именно так, то есть, вопрос, уважение, уважение устоев общества, уважение морали, традиции выбора, именно так отвечает на ваш вопрос психология. На этом все. Надеюсь, что помогу. Если какие-то вопросы остались, обращать в личку могу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен.